здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас бонусном уроке и в этом уроке я хочу вам показать плагин специальный который интегрируется с нашим магазином и позволяет комментировать наши продукты категории производителя через форму от социальной сети вконтакте то есть помимо нашей вот этих вот комментариев вот этого компонента одновременно можно использовать и форму комментариев от вконтакте можно также отобразить ее во вкладке или ниже или можно можно отключить например удалить комментарии если вам они не нравятся вот этот вот компонент j comments да и оставить только от вконтакте чем этот вариант хорош тем что это идет как бы некое социальное продвижение если на ваш сайт заходит много народу они комментируют ваши товары эти все комментарии могут отображаться на стене пользователей то есть на стене профиля от вконтакте соответственно эту стену видит его друзья могут перейти по ссылке от его комментарии прямо с его стены и человека перебросит на продукт который он комментирует то есть это очень очень полезная вещь вы переходите в папку сроком заходите в дополнительные материалы заходите в папку бонусы и здесь есть вот такой вот плагин jk comments vk comments 2.0 переходим в обминку нашего сайта и как обычно устанавливаем данный плагин загрузить и установить установка плагина успешно завершена переходим расширение менеджер плагинов сейчас нам нужно его будет настроить отсортируем по айди кликаем еще раз вот данный плагин наверху заходим внутрь сразу его включаем и нам нужно получить айди виджета дальше мы по настроечкам пройдемся кликаем вот здесь показать полное описание его 10 написано примечание для использования плагин необходимо получить айпи айди и вот здесь ссылка опять же вы должны быть зарегистрированы вконтакте чтобы настроить данный плагин у вас должен быть здесь аккаунт кликаем вот по этой ссылке будем считать что аккаунт у вас есть прокручиваем ниже кликаем здесь по галочке и нажимаем подключить новый сайт это аналогичная здесь похожая ситуация как мы с вами настраивали кнопку мне нравится пишем название вашего магазина адрес сайта обязательно адрес сайт должен быть ваш действительный адрес сайта дальше можно копировать вот так вот название адрес сайта без http и основной домен прописать его здесь тематика сайта выбираем тематику нажимаем сохранить заполняем captcha и нажимаем отправить вот смотрим на этот код нам нужно получить айпи айди вот данная строчка и мы забираем только лишь вот эти вот цифры все целиком копируем переходим в админку переходим на вкладку плагин айди виджета прописываем данный код и давайте смотрим настройки ниже здесь уже просто смотрите здесь вот это поле можно оставить пустым элемент комментариев прежде чем будет появляться ссылка ну прочитать другие комментарии то есть на странице сколько будет комментарии видны ну сами смотрите оставляем 10 прикрепление все это у нас рядом с комментарием помните можно выбрать прикрепить фотографию видео там линк и так далее ну думаю что можно оставить все авто публикация до мини виджет здесь из описания я думаю все понятно можно оставить авто максимальная высота отключить обновление поставим нет но тут так и стоит у нас весь написано это позволяет отключить обновление ленты комментарии в реальном времени то есть вы можете сидеть на сайте не перезагружать страницу и если кто-то напишет комментарий вы его увидите в реальном времени то есть без перезагрузки страницы если стоит нет значит будет обновляться прокручиваем ниже и теперь идут настройки показать на страницах категорий я не хочу показывать продуктов тоже нет то есть прямо на странице общих продуктов не на одном продукте то есть как вы смотрите мы зашли в один продукт да здесь есть комментарии также у нас есть страница продуктов вот страница продуктов и ниже можно добавить форму комментариев то есть под всеми продуктами я считаю что это неинтересно поэтому я скрываю продукта оставляем страница продукта снизу во вкладке давайте оставим пока снизу текст вкладки ну можете переменовать на свой понятно наверно что за вкладки сейчас я вам еще раз покажу то есть вот эти вот вкладки текст данной вкладки если у нас комментарий во вкладке как вкладку назвать дело в том что я ее сделал снизу форму здесь вот поэтому здесь мне не критично производители ну на производителях я например не хочу чтобы была форма комментариев от вконтакте я скрываю производителя то есть на одном производитель тоже скрываю и здесь еще есть пункт скрыть на страницах пока оставляем как есть поднимаемся выше здесь у нас есть вкладки описания здесь мы уже были с вами и здесь важный момент email уведомления какие комментарии могут быть полезны для вас если вы не будете уведомлены об этих комментариях у вас может быть сотня продуктов в разных продуктах пишут люди возможно задают вам вопрос а если вы туда сами не перейдете вы не узнаете кто что там прокомментировал поэтому обязательно нужно получать уведомление на email вы сможете контролировать все комментарии своевременно отвечать на вопросы через эту же форму от контакта и так далее здесь нам нужно немножечко настроить значит защищенный ключ и вот здесь вот в красном сообщении понятно что нам нужно сделать вот здесь вот есть ссылочка такая мы кликаем по ней и переходим вот на такую страницу дальше мы кликаем вот здесь в мои приложения и у нас автоматически было создано видите вот приложение я назвал магазин сотовых телефонов то есть если вы раньше делали какие-то приложения у вас здесь будет тоже такой список из приложений и то приложение которое вы сейчас вместе со мной делали как вы его назвали когда мы получали айпи айди у вас название будет здесь вот такой вот напротив него есть ссылка редактировать кликаем по ней дальше мы кликаем вот здесь вот настройки и вот защищенный ключ вот этот ключ целиком мы копируем вписываем его здесь все самое сложное мы с вами выполнили отправить сообщение администратору при добавлении новых комментарий конечно ставим да и у нас появляется два поля также в описании полей можно почитать что такое я оставляю их пустыми тестировать мл мы с вами тестировать не будем и здесь еще есть теги вы можете использовать теги в своем уведомлении итак мы с вами нажимаем сохранить идем на сайт обновляем страницу прокручиваем ниже и вот пожалуйста форма комментариев от вконтакте стоит здесь как влета и я авторизован вконтакте поэтому здесь сразу вижу свой аватар вот есть ссылка прикрепить можно прикрепить например сразу видеозапись клику по видеозаписи видеозапись здесь встает и пишем какой-нибудь комментарий например тест нажимаем отправить и наш комментарий спокойно добавляется и мне сейчас сигнализирует агент что у меня пришло сообщение на мой магазин то есть допустим это писал сейчас не я как какой-нибудь человек я как администратор получил комментарий давайте проверим переходим в мл видим входящий магазин сотовых телефонов у вас также будет отображаться свое название здесь добавлен комментарий вконтакте кликаем по заголовку и сразу видим в магазине сотовых телефонов на странице такой-то был создан новый комментарий я написал тест то есть содержание комментариев и также можете отслеживать прямо в письме и перейти комментарию то есть прямо отсюда у вас генерируется ссылка показана значит дата создания комментариев всего комментариев к этому продукту вот если я приду на страницу от контакта у меня здесь автоматически видите на моей стене вот тест и показан да ссылка вот на мой магазин комментарии то есть отображается на стене то же самое будет у всех пользователей а которые оставили комментарии через социальную сеть вконтакте то есть это вот она социальное продвижение все люди друзья этого человека да или просто гости за зашедшие на его страницу вконтакте будут видеть на стене его комментарии если конечно здесь он не нажмет на крестик удалить запись и вот пожалуй смотрите отсюда например я кликаю по ссылке меня перебрасывает на мой магазин на данный продукт и этот комментарий виден здесь так отсюда я это удалю уведомление на email приходит на тот который вы указали в админской части в глобальных настройках давайте вам напомню система общие настройки сервер и вот email сайт который у вас указан здесь на это email уведомление и приходит по сути плагин мы с вами настроили вот еще можно посмотреть страницы продуктов сделаем во вкладке вкладку здесь как нибудь называем нажимаем сохранить идем на сайт обновляем страницу и вот у нас вкладочка появляется comments видно что ниже комментариев нет у нас есть страница комментариев и такая и вот такая вот надеюсь что урок был для вас понятен на этом здесь все и увидимся в следующем а